Автомобили в опасности. Едва ли не каждую неделю появляются новые жертвы участка федеральной трассы Р-600 Фурмановского направления. Из-за некачественного дорожного покрытия происходит выброс мелких осколков асфальта из-под колес. Несмотря на установленные на участке знаки в Центре независимых экспертиз регулярно обращаются водители искалеченных авто. В последнее время зачастую к нам обращаются потерпевшие с целью проведения независимой технической экспертизы их транспортного средства по повреждениям от камней с данной дороги. На память о поездке двухнедельной давности у Сергея, владельца этого Ягуара, остались царапины на бампере, капоте, крыле, сколы на крыше, трещины на лобовом стекле и фаре, вмятина на радиаторной решетке. Тогда мужчина не растерялся и не пожалел своего времени и вызвал ГИБДД, чтобы оформить повреждения. Позже обратился к независимым экспертам. Для кого-то повреждения могут быть совершенно незначительными. Ну, попал камушек и попал, приехал там из баллончика покрасил. А для кого-то, как, например, здесь, таким не обойтись. Ремонт очень дорогостоящий. И если машина не застрахована по КАСКО, то с кого еще взыскивать ущерб? Естественно, с организацией, которая отвечает за ремонт данного участка дороги. В ходе независимой экспертизы все повреждения фиксируют на фото. На этот осмотр был приглашен и официальный представитель баланса держателя трассы. Но он не явился. Это никакой роли не играет. Они были заранее в определенные сроки уведомлены о осмотре. А дальше, грубо говоря, их дело. Приехали, приехали. Нет, значит нет. Дальше эксперты оценят повреждения. Юристы направят собственникам трассы до судебную претензию с требованием компенсировать ущерб. Если баланса держателя не заплатит с миром, то вопрос решится в судебном порядке. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.